Беседа 4. Увещание к народу о твердости и терпении примерами Иова и трех отроков и о воздержании от клятв. Благословен Бог, утешивший ваши скорбящие души, успокоивший ваши метущиеся мысли. А что вы получили достаточное утешение, это показали вы своим усердием и ревностью к слушанию, потому что душа, скорбящая и объятая облаком печали, не может с охотой слушать наставлений. А вы, я вижу, внимайте мне с великой охотой и с полным усердием, отрявши всю печаль и любовью к слушанию, отогнав настоящую скорбь. Потому благодарю Бога вместе с вами, что несчастье не одолело вашего любомудрия, страх не ослабил вашей бодрости, Скорбь не погасила вашей ревности, опасность не охладила вашего рвения, страх от людей не победил вашей любви к Богу. Тяжкое время не сокрушило вашего усердия, и не только не сокрушило, но еще укрепило, не только не ослабило, но еще усилило, не только не погасило, но еще боли воспламенило, Опустела площадь, но наполнилась церковь. Та возбуждает печаль, это подает радость и духовное веселье. И потому, возлюбленный, когда ты выйдешь на площадь и вздохнешь, увидев ее пустою, Прибегни к матери, и она тотчас утешит тебя множеством своих чад, Покажет тебе полный лифт братьей и прогонит от тебя всякую печаль. В городе мы ищем людей, как будто живем в пустыне, А когда прибегаем в церковь, нас объемлет многолюдство. Когда море волнуется и ярится от сильной бури, Страх принуждает всех убегать оттуда в пристань. Так и теперь волны площади и буря города заставляют всех стекать отовсюду в церковь И связуют членов между собой союзом любви. «Восблагодарим же Бога и за то, что от скорби мы получили такой плод, Что искушение доставило нам такую пользу. Не будь искушения, не было бы и венца, Не будь подвигов, не было бы и наград, Не будь борьбы, не было бы и почести, Не будь скорби, не было бы и утешения, Не будь зимы, не было бы и лета». Это можно видеть не только на людях, но и на самых семенах. И здесь, чтобы мог вырасти тучный колос, Нужны большой дождь, большое скопление облаков, большой холод, Время сеяния есть вместе и время дождя. И теперь, когда настала ненастья, не в воздухе, а в душах, Посеем и мы во время этого ненастья, чтобы пожать летом, Посеем слезы, чтобы пожать радостью. Не я говорю это, но, возвещает пророк, Сеющий со слезами пожну с радостью. Не столько дождь, падающий на семена, Помогает им прозябать и возрастать, Сколько дождь слезный, Возвращает и приводит зрелость в семя благочестия. Он очищает душу, орошает ум, И помогает быстро возрастать в семени учения. Для этого надо напроводить и глубокую борозду, К чему убеждает и пророк, говоря так, Иеремия 4.3. Распашите себе новые нивы, И не сейте между тернами. Как земледелец глубоко разрывает землю плугом, Приготовляя надежное хранилище для семян, Чтобы они, будучи посеяны, не оставались на поверхности, Но скрывались в самых недрах земли, И безопасно пускали корни, Так и нам должно делать. И скорби, как бы плугом, Разрыть глубину сердца. К этому убеждает и другой пророк, говоря, Расторгните сердца ваши, а не ризы ваши. Расторгнем же сердца, Чтобы, если в нас есть какое-нибудь худое растение И лукавый помысл, Исторгнить его с корнем, И очистив нивы для семян благочестия. Если теперь не обновим ниву, Если теперь не посеем, Если теперь не прольем слез, Когда у нас скорбь и пост, В какое же другое время Предадимся сокрушению? Уже ли во время покоя и веселья? Но это невозможно, Потому что покой и веселье Обыкновенно ведут к беспечности, Так как скорбь приводит к заботливости И заставляет душу рассеянную Вовне и развлеченной многими предметами Обращаться к самой себе. Не будем же унывать из-за настоящего бедствия, Но еще возблагодарим Бога, Потому что много пользы от скорби. Земледелец посеет семена, Собранные им с большим трудом, Молится о том, чтобы пошел дождь. И не зная, сидела, С изумлением будет смотреть на все это, И может быть скажет сам себе, Что это такое делает этот человек-то? Он разбрасывает то, что собрал, И не только разбрасывает, Но еще весьма старательно, Смешивает с землей, И так, чтобы нельзя было и собрать легко, И не только смешивает с землей, Но еще и молится, Чтобы пошел сильный дождь, И чтобы все посеяно с гнилой И превратилось в грязь. И беспокоится такой человек, Видя, как раздаются громы И не спадают молнии. А земледелец не так, Напротив, радуется и ликует В виде ненасти, Потому что смотрит не на настоящее, Но ожидает будущего. Думает не о громах, Но о снопах, Не о гниющих семенах, Но о зеленеющих колосьях, Не о сильном дожде, Но о приятнейшей для него Пыли на гумне. Так и мы будем смотреть Не на скорбь печально стоящую, А на пользу, Которая из нее происходит, На плод, который она рождает. Будем ожидать снопов на гумне, Потому что если станем бодрствовать, То можем собрать за это время Много плодов И наполнить житницы нашей души. Если станем бодрствовать, То не только не потерпим Никакого зла от этой скорби, Но и получим неисчислимое благо. Если же будем беспечны, То и покой нас погубит. Беспечному то и другое вредит, И старательному и то и другое Приносит пользу. Как золото сохраняет свой блеск, И тогда, когда лежит в воде, И еще и светлее делается, Когда брошено в горнило, Напротив глина и сена, Упав в воду, Первое расплывается, Последнее гниет, Попав же в огонь, Первое засыхает, А последнее сгорает. Так и праведник, И грешник первый. И наслаждается первый покоем, И остается светлым, Как золото погруженное в воду, И подвергшись искушению, Делается еще светлее, Как золото, испытываемое огнем. А грешник, искушая покоя, Расплывается и гниет, Как сено и глина, Брошенное в воду, И подвергшись искушению, Сгорает и гибнет, Как сено и глина от огня. 59. Не будем же сетовать О настоящем бедствии, Если у тебя есть грехи, Они легко истребятся И попалятся скорбью. Если же у тебя есть добродетель, От скорби она сделается Светлее и блистательнее. Если станешь непрестанно Бодрствовать и трезвиться, То будешь выше всякого вреда, Потому что причиной падения Обыкновенно бывает Не свойство искушений, А беспечность искушаемых. И так, если хочешь быть веселым, И наслаждаться покоем и удовольствием, Не удовольствие ищи, И не покоя, Но старайся, Чтобы душа твоя Обладала мужеством, И была способна к терпению, Потому что если не будешь иметь Этих качеств, Тебя не только победят искушения, Но еще скорее погубят И низложат покой. А дабы увериться, Что не удар бедствий, А беспечность нашей души Разрушает наше спасение, Послушай, Что говорит Христос? И так всякого, Кто слушает слова Моисея И исполняет их, Уподоблю мужу благоразумному, Который построил дом свой на песке, И пошел дождь, И развелись реки, Подули ветры, И устремились на дом тот, И он не упал, Потому что основан был на камне, А всякий, Кто слушает сии слова Мои И не исполняет их, Уподобится человеку безрассудному, Который построил дом свой на песке, И пошел дождь, Разлились реки, И подули ветры, И налегли на дом тот, И он упал, И было падение его великое, Видишь, что не удары искушения, А неразумие строителей Было причиной падения, Потому что и там дождь, И здесь дождь, И там реки, И здесь реки, И там напоры метров, И здесь то же самое, И тот строил, И этот строил, Тоже строение, И те же искушения, Но не одинаков конец, Потому что не одинаково основание, Как таким образом, Не свойство искушений, А неразумие строившего Было причиной падения, Иначе бы должен был упасть И дом, построенный на камне, Но вот он не потерпел ничего такого, Но не думайте, Что это сказано о доме, Речь идет о душе, Которая, слушая Слово Божие, Делами, Или подтверждает его, Или отвергает. Так устроил дом Своей души Иов, Пошел дождь, То есть не спал с неба огонь, И истребил все стада, Развелись реки, То есть часто, Непрерывно, Один за другим, Следовавшие вестники бедствия, Которые говорили о погибели, Один стад, Другой вербедов, Третий детей, Надули ветры, Жестокие слова жены, Сказавшие, Скажи только слово против Господа, И умри, И не пала, Пал дом, Не приткнулась душа, Не произнес хулый праведник, Но еще и возблагодарил, И сказал, Господь дал, Господь и взял, Да будет имя Господне благословенно, Он сделал, Как хотел. Видишь ли, Что не свойство искушения, А небрежность беспечных Обыкновенно бывает Притиной падения, А крепкого скорбь делать Еще более крепким. Кто сказал это? Воспитанный скорби Блаженный Павел, Он так говорил. Римлянам, Пятая глава, Третья и четвертая стихи. И не с ним только, Но хвалимся и скорбями, Зная, Что от скорби происходит терпение, От терпения, Опытность, От опытности, Надежда. Как крепких деревьев Не вырывает с корнем Порывы ветра, Сколько бы не устремлялись на них, Не нападали со всех сторон, Напротив, Делает их через эти напоры Еще более твердыми и крепкими. Так и душу святую И живущую благочестиво Напоры искушений и скорби Не низвергают, Но возбуждают еще К большему терпению, Как и блаженного Иова, Сделали они еще более славным И достопустимым. Теперь человек гневается на нас, Человек подобострастный, Имеясь и такую же, Как и мы, душу, И мы страшимся. А тогда злобствовал на него демон, Коварный и лютый, Не просто злобствовал, Но еще и возвиг всякие козни, Употребил все лукавство, И все-таки никак не одолел Доблестного праведника. Царь, как человек, Сегодня гневается, А завтра перестает от гнева. И однако же, Мы умираем от страха. А тогда враждовал дьявол, Который никогда не примиряется С человечеством, Но ведет с нашим родом Брань непримиримую И войну нескончаемую. И однако же праведник Посмеялся над его стрелами. Какое же мы можем иметь извинение Или какое прощение, Когда не переносим Человеческого искушения. Мы благодатью научены Такому любомудрию, Тогда как он еще до благодати В Ветхом Завете Так доблестно выдержал Такую тяжкую борьбу. Будем же возлюблены Всегда беседовать между собой об этом. И такими беседами Наставлять друг друга. Вы и ваша совесть свидетели Сколько пользы получили мы От настоящего испытания. Невоздержанный Сделался теперь целомудренным, Дерзкий, более скромным, Беспечный и заботливым, Никогда не видевший церкви, Но проводивший все время на зрелищах, Теперь по целым дням Находится в церкви. Уже ли ты, скажи мне, Скорбишь о том, Что Бог посредством страха Сделал тебя старательным, Через скорбь привел тебя К мысли о своем спасении. Но твоя совесть мучится, Твое сердце терзается Каждый день, Ожидая смерти и летейшей казни. И от этого будет у нас Великое приращение в добродетели, Так как скорбью Увеличивается наше благочестие. Бог может и сегодня же Прекратить все бедствия, Но не прекратить скорби, Пока не увидит, Что мы очистились, Пока не увидит, Что в нас произошла перемена И наступило покаяние, Твердое и непоколебимое. И золотые дел мастер Не вынимает золото из горна, Пока не увидит, Что оно хорошо очистилось. Так и Бог Не отведет этой тучи, Пока совершенно не исправит нас. Попустивший испытание, Сам знает и время, Когда положить конец испытанию. Игра истина цитрии, И не слишком натягивает струну, Чтобы не оборвать ее, И не ослабляет через меру, Чтобы не расстроить Гармонического созвучия. Так поступает и Бог, Не оставляет нашей души Ни в постоянном покое, Ни в продолжительной скорби, Устрояет то и другое По своей мудрости. Он не попускает нам Наслаждаться всегда покоем, Чтобы мы не сделались беспечнее, Но не попускает также быть И в непрерывной скорби, Чтобы мы не упали духом, И не пришли в отчаяние. Шестьдесят один. Итак, Ему представим время Прекращения бедствий. А сами будем только молиться, Сами будем жить благочестиво, Потому что наше дело Обратиться к добродетели, А прекратить бедствие – Дело Божие. Бог сильнее, чем ты, Подверженный испытанию, Хочет покосить этот огонь, Но он ожидает твоего спасения, Поэтому, как от покоя Произошла скорбь, Так и от скорби Надо бы ожидать покоя. Не всегда зима, И не всегда лето, Не всегда волна, И не всегда тишина, Не всегда ночь, И не всегда день, Так и не всегда скорбь. Но наступит и покой, Если только мы будем Во время скорби Непрестанно благодарить Бога. Три отрока были вернуты в печь, И, несмотря на это, Не забыли благочестие, Их не устрашил пламень, Но, объятые огнем, Они усерднее сидящих в чертоге, И не терпящих никакого зла, Воссылались в священные те молитвы, Потому огонь сделался для них стеною, Пламень одеждою, И печь источником. Приняв их связанными, Она возвратила их разрешенными, Приняла тела смертные, И не коснулась их, Как бессмертных. Не познала ты роды, Но почтила благочестие, Мучитель связал ноги, А ноги связали силу огня. О, чудное дело! Узников разрешил пламень, А сам потом был связан узниками. Благочестие отроков изменило природу вещей, А лучше сказать, Не природу изменило, Но что еще удивительнее, Не изменяя природу, Остановило ее действие. Оно не угасило огня, Но заставило его и горя, Не оказывать своей силы. И что так же чудно и дивно, Это случилось не только с телами святых, Но и с их одеждой, и обувью. Как у апостолов, Одежды Павла прогоняли болезни и демонов, И тем Петра обращала в бегство смерть. Так и здесь обувь этих отроков погасила огонь. Не знаю, как и сказать, Потому что чудо превышает всякий рассказ. Огонь и угасал, и не угасал. Потому что когда прикасался к телам святых отроков, Тогда угасал. А когда надо было расторгнуть оковы, Не угасал. И оковы расторг. Но Пят не коснулся. Видишь, какое совпадение. Огонь и не потерял свои силы, И не дернул идти далее оков. Сковал мучитель, а разрешил пламень, Чтобы узнал ты и свирепость варвара, И покорность стихии. Для чего же мучитель сковал их, Вознамерившись ввернуть в огонь? Чтобы чудо было величественнее, Чтобы знамение было удивительнее, Чтобы видимого не принял ты за обман глаз. Если бы этот огонь не был огнем, То не сожег бы оков. И что еще более, Не попалил бы воинов, Которые были вне печи. А теперь он не бывших вне, На бывших там показал силу, А на бывших внутри печи Обнаружил свою покорность. А ты примечай везде, Как дьявол тем, Чем вооружается против рабов божиих, Разрушает собственную силу, Не по своей воле, Но потому что премудрый И благоустрояющий Бог Обращает его оружие И хитрости на его же голову. Что здесь и случилось. И дьявол, По внушениям которого действовал Тогда мучитель, Не попустил ни обезглавить Святых мечом, Ни предать их зверям, Ни казнить другим Каким-либо подобным способом, Но внушил вернуть их в огонь, Чтобы не сохранились Даже и останки святых отроков, Когда уничтожатся их тела, И их пепел смешается С пеплом дров. Но Бог это самое Обратил к низложению нечестия, И вот каким образом. Огонь и персов признается Богом, И варвары, живущие в той стране, Еще теперь воздают ему поклонение. И потому Бог, Желая не изложить нечестия С самом основании, Попустил такой род казни, Чтобы даровать победу Своим рабам Перед глазами всех поклонников огня, И убедить их самым делом, Что боги язычников Боятся не только Бога, Но и рабов Божиих. 62. Еще заметь, Как неприятели сплетает Венец победный, Как сами враги делаются Свидетелями торжества Даниила 3.2.3. И послал царь-намуходоносор Собрать сатрапов, Наместников, Воевод, Верховных судей, Казнохранителей, Законовецов, Блистителей суда, И всех областных правителей, Чтобы они пришли На торжественное открытие Истукана, Который поставил царь-намуходоносор, И собрали сатрапы, Наместники, Военачальники, Верховные судьи, Казнохранители, Законовец и Блистителей суда, И все областные правители На открытие истукана, Который навуходоносор царь поставил, И стали перед истуканом, Который воздвиг навуходоносор. Враг составляет зрелище, Сам собирает зрителей, Сам назначает состязания, И составляет зрелище Не из случайных, Не из простых людей, Но все из почетнейших И начальствующих, Чтобы свидетельство их Было более достоверно для народа, Созданы были все для одного, А увидели другое. Пришли поклониться истукану, А ушли с презрением к нему, Быв поражены Божьей силой, Открывшейся в чудесных событиях Сатраками. И заметь, Где было устроено зрелище, Ни в городе, Ни в каком-нибудь селении, Но на полях ровных и открытых Устрояет это публичное зрелище, На поле Деира. Вне города поставлен был истукан, И вестник повсюду, Проходя, Взывал, Глашатой громко, Объявляя всем народам, Племенам и языкам, В то время, Как услышите звук трубы, Свирели, Цитры, Цевницы, Гусли, Симфонии, Всяких музыкальных орудий, Падите и поклонитесь золотому истукану, Который поставил царь Навуходоносор. В самом деле, Поклониться идолу Значило пасть. В то время, В тот час, Что не поклонится, Будет брошен в огонь, В печь горящую. Видишь, Какая трудная борьба, Какая непреодолимая сеть, Какая глубокая пропасть И стремнина с той и другой стороны. Но не бойся, Чем больше кознью потребит враг, Тем более обнаружит он мужество отроков. Для того приготовлено было согласие Столь многих музыкальных орудий, Для того разжженная печь, Чтобы душами зрителей Овладело или удовольствие, Или страх. Тверд и непреклонен Кто из предстоящих. Пусть снегчит его, Говорил мучитель, Очаровательная мелодия стройной музыки. Стоит он выше этой сети, Пусть же устрашит и поразит Его вид пламени. Так действовал и страх, И удовольствие. Удовольствие вкрадывалось в душу Посредством слуха, Страх посредством зрения. Однако же ни то, ни другое Не победило мужество отроков. Но как вверженные в огонь Они одолели пламень, Так посмеялись и над всяким Удовольствием и страхом. Все это для них приготовил дьявол, Потому что не сомневался В подданных царя. Напротив, был твердо уверен, Что никто из них Не воспротивится царскому повелению. Но когда все пали И были побеждены, Тогда выводятся на средину Одни отроки, Чтобы и от этого самого победа Была блистательнее. Что они побеждают И являются торжествующими Среди такого множества народа. Не так было бы удивительно, Если бы они показали мужество, Явившись первыми, И пока никто еще не приткнулся. Но то весьма великое чудно, Что множество падших Не устрашило И не ослабило их. И не сказали они друг другу Что-нибудь такое, Что многие привыкли часто говорить, Если бы мы первые и одни Решились поклониться Истукану, То наш поступок был бы Достоин обвинения. Если же мы делаем это вместе Со столь многими тысячами, То кто нас не простит, Кто не сочтет достойными извинения? Нет. Увидя падение Столь многих своих мучителей, Ничего такого не сказали И не подумали они. Посмотри на злобу обвинителей, Как они хитро и жестоко Обвиняли отроков. Есть мужи иудейские, Которых ты поставил Над делами страны Вавилонской, Седрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются По велению твоему царь, Богам твоим не служат, И золотому истукану, Который ты поставил, Не поклоняются. Даниила 3.12 Не просто напомнили О них происхождении, Но упомянули и о почести, Для того, чтобы воспламенить В царе гнев. Они как бы так говорили, Рабов, пленных, Лишенных отечества, Сделал ты нашими начальниками. А они эту честь презирают И оскорбляют того, Что удостоил их такой чести. Поэтому говорят, Мужи из Иудейские, Которых ты поставил Над делами рук наших. Обвинение это Величайшая похвала. Укоризны эти Одобрения и свидетельства Несомненные, Потому что его представляют Сами враги. Что же царь? Он повелел вывести их на середину, Чтобы устрашить всячески. Но ничто не поколебало их, Ни гнев царя, Не то, что они одни Стояли отдельно Среди такого множества. Ни вид огня, Ни трубные звуки, Ни то, что все смотрели на них Сверкающими, как огонь, Глазами. Но посмеявшись над всем этим, Они как бы, Сбираясь, Броситься в струи Прохладного источника, Вошли в течь, Произнося блаженные Эти слова. Если же и не будет того, Тогда будет известно тебе, Царь, Что мы богам твоим Служить не будем, И золотому истукану, Который ты поставил, Не поклонимся. Стих 18. Не без цели рассказал я Эту историю, Но для того, Чтобы убедились вы, Что ни гнев царя, Ни коварство воинов, Ни зависть врагов, Ни плен, Ни пустыня, Ни огонь, Ни печь, Ни тысячи бедствий, Ничто не может победить Или устрашить праведника. Если там, Где царь был нечестивый, Отроки не устрашились Гнева мучителева, Тем более мы, У коих царь Человеколюбивый и кроткий, Должны не унывать, А благодарить Бога За эту скорбь. Узнав из сказанного, Что скорби делают Более славными И пред Богом, И пред людьми тех, Которые умеют Переносить их мужественно. Если бы отроки Не сделали с рабами, Мы не узнали бы И об их свободе. Если бы они Не лишились Дольнего Отечества, Мы не узнали бы, Что они подобродетели Достойны Отечества горнего. Если бы на них Не размелся земной царь, Мы не уразумели бы Благоволение к ним Царя Небесного. 65 Посему и ты, Если он благоволит К тебе, Не отчаивайся, Хотя бы Сдерживай тебя И в печь. А если он Гневается, Не предавайся Самонадеянности. Хотя бы ты Был в раю. Адам и в раю был, Но как про гнева Бога, То и рай Ничего не помог ему. Отроки Были в печи, Но как так Благоволили Богу, То и печь Не причинила им вреда. Адам был в раю И пал, Потому что Сделался беспечным. Иов сидел На гноище И победил, Потому что Был бдителен. Во сколько раз Рай Лучше гноище. Однако же Превосходство Жилища Не помогло Обитателю, Когда он сам Предал себя Точно так, Как и нечистота Места Не повредила тому, Что со всех сторон Огражден был Добродетелью. Укрепим же И мы Свою душу, И тогда будем Блаженнее всех. Хотя бы Постигла нас Потеря богатства И даже смерть. Только бы Никто не похитил У нас благочестие. Это Заповедовал и Христос, Говоря, Будьте мудры, Как змеи. Как змеи, Готов потерять Все тело, Только бы Спасти голову. Так и ты Не унывай, Хотя бы Тебе пришлось Потерять богатство, Хотя бы Тело, Хотя бы Настоящую жизнь, Хотя бы Все, Только бы Сохранить Благочестие. Потому что Если с ним Отойдешь, Бог все Возвратит тебе В большем блеске. И тело Воскресит В большей славе, И вместо Богатства Даст такие Благо, Которых Не может Выразить Никакое слово. Иов Не ногой Ли сидел На гноище, Проводя жизнь Тягостнейшие Тысячи Смертей. Но Как Он Не оставил Благочестия, То опять При избытке Получил Все прежнее Здоровье И красоту Тела, Весь состав Детей, Имущество, И что Всего важнее, Блистательный Венец Терпения. Как Бывает С деревьями, Что Хотя бы Кто и сорвал Плод с листьями, Хотя бы Отсек Все ветви, Но если Останется корень, Дерево Снова Вырастет В совершенной Целости, Еще Большей Красоте. Так Бывает И с нами. Если Остается Корень Благочестия, То хотя бы Отнято Было Богатство, Хотя бы Расстроилось Тело. Все Опять Возвращается Нам С большей Славой. Посему Остая Всякое Беспокойство Душевное Излишнюю Заботливость, Обратимся К самим Себе, И украсим И тело, И душу, Красотой Добродетели. И не Предавайте Членам Вашей Греху В орудие Неправды, Но представьте Себя Богу, Как Оживших Из Мертвых, И члены Ваши Богу В орудие Праведности. Риминам 6.13 И прежде Прежде Всего Приучим Язык Быть Служителем Духовной Благодати. Изверно Из уст Всякий Яд Злоречия И сквернословия. В нашей Власти Сделать Каждый Член Свой Орудием И лукавства И правды. Послушай, Как Одни Сделали Свой Язык Орудием Греха, А другие Орудием Правды. Язык Их Острее Меча. А другой Говорит О своем Языке Язык Язык Мой Трость Скорописца. Тот Язык Совершил Убийство, А этот Написал Божественный Закон. И потому Тот Был Ничем, А этот Тростью. Не по Собственной Природе, Но по Воле Употреблявших. Природа Того И другого Одна, Но действие Не одно. И в отношении К устам Опять Можно Видеть То же Самое. У Одних Уста Были Полны Гнилости И Лукавства. И Потому Обличающий Их Сказал Уста Их Преисполнены Горечи И Злословия. А Уста Его Самого Не Таковы. Нет. Уста Мои Возглаголят Премудрость И Поучение Сердца Моего Разум. У Других Опять Руки Были Осквернены Беззаконием. И Осуждая Их И опять Сказал Руки Беззаконные. Десница Их Исполнена Неправды. А У Него Самого Руки Ни В чем Другом Не Упражнялись Как Только В том Чтобы Простираться К Небу. Почему Он И Сказал О Них Воздияние Рук Моих Как Жертва Вечерняя. И В отношении К Сердцу Опять Можно Видеть То же Самое. У Тех Сердце Суетно. А У Него Истина. И Потому Об Их Сердце Он Говорит Сердце Их Суетно. О Своем Отверзу Уста Моих Притче. То же Самое Можно Видеть В отношении К Слуху. Все Имели Слух Зверский, Безжалостный И Неумолимый. И Осуждая Их Он Сказал Яд Аспида. Как Аспид Глукой И Затыкает Уши Свои. А У Него Слух Был Местилищем Слова Божия. Что Клоню В Притч Ухо Мое. На Гуслях Открою Загадку Мою. Шестьдесят Шесть. Итак, Зная Это, Оградим Себя Со Всех Сторон Добродетелью И Этим Отвратим Гнев Божий. Сделаем Члены Нашего Тела Орудиями Правды. Приучим И Глаза, И Уста, И Руки, И Ноги, И Сердце, И Язык. И Все Тело Служить Одной Добродетели. Вспомним Я О Тех Трех Заповедях, О Которых Говорил Я Вашей Любви, Когда Внушал Ни С Кем Ни Быть Во Вражде, Не Говорить Худо О Ком Либо Из Оскорбивших Вас, И Изринуть Из Уст Вашей Греховную Привычку Клясться. О Других Двух Заповедях Поговорим В Другое Время. А В Продолжении Всей Настоящей Недели Будем Говорить Вам О Клятвах, Полагая Начало Заповедей Более Легкой. Совсем Нетрудно Победить Привычку Клясться, Если Захотим Приложить Хоть Немного Старания, Делая Друг Другу Напоминания, Вразумления, Замечания, О Забывающих Подвергая Взысканию И Ответственности. И Что За Польза Нам Души Порочных Привычек. Вот Теперь Целый День Провели Мы Без Пищи, А Вечером Поставим Себе Трапезу, Не Похожую На Всерашнюю, Но Же Другую, Более Скромную. Но Может Ли Кто Из Нас Сказать, Что Он Сегодня Переменил И Жизнь Свою, Как И Трапезу, Что Отменил И Порочную Привычку, Как И Пищу? Не Думаю. Что же Нам За Польза От Поста? Поэтому Убеждаю И Не Перестану Убеждать, Что Был Взяв Каждую Заповедь Отдельно, Два-три Дня Употребляли На Е Исполнение. Иные Соревнуют Друг Друг В 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 И Ступают Между Собою Чудное Состязание. Одни Целые Два Дня Провождают Без Пищи, А другие Удали Со Своего Стола Не Только Вино И Масло, Но И В 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 Десятница Употребляет Только Хлеб И В В В В В В В В В так и мы станем состязаться друг с другом, чтобы искоренить употребление клятв. Это полезнее всякого поста, это благодетельнее всякой строгой жизни. Покажем в воздержании от клятв такое же старание, какое прилагаем к воздержанию от пищи. Иначе подвергнемся обвинению в крайнем неразумии, что не обращаем внимания на запрещенное, а выказываем всезаботливость о вещах безразличных. Не есть запрещено, но запрещено клясться, а мы, отказываясь от позволенного, посягаем на запрещенное. Поэтому прошу и любовь вашу сделать какую-либо перемену, и начало ее показать нам от сели. Если настоящий пост проведем с такой ревностью, что в эту неделю вовсе перестанем клясться, в следующую погасим гнев, в ту, которая за ней наступит, искореним засловие, а в дальнейшую исправимся и во многом другом, то, восходя этим путем выше и выше, мало-помалу достигнем самой вершины добродетели. Тогда и избегнем настоящей опасности, и умилостивым Бога, и возвратиться в наш город многолюдства, и убежавших теперь научим вверять надежду нашего спасения не местам безопасным, не какому-нибудь убежищу и уединению, но душевному благочестию и добрым нравам. Таким образом, мы достигнем и земных, и небесных благ, которых даудостоимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.